всех приветствую на моем канале сегодня у меня просто отличная новость для поклонников отечественного автопрома и автоваза в частности похоже что свершилось то чего никто уже и не ждал автоваз готовится запустить в серийное производство ладу nivo xcode автомобильный портал автору опубликовал изображение того как будет выглядеть серийная машина не меньше радует то что она практически полностью сохранила в себе черты оригинального концепта 2016 года до оригинальный концепт xcode был представлен аж четыре года назад на московском автосалоне при этом в тот момент автоваз не называл ни сроки выпуска серийного автомобиля не платформа на которой он будет построен не то место которое должна занять новинка в модельном ряду волжского автомобильного завода но буквально на этой неделе прояснилось множество подробностей лада nivo xcode должна прийти на смену ладе x-ray последняя никогда особо не блистала продажами за последний же год продажи лады x-ray начали падать просто катастрофически вообще эта машина была обречена изначально выйдя параллельно на рынок с технически более продвинутой лады вестой x-ray уступала и по большинству потребительских качеств машина построена на достаточно старой платформе b0 против собственной и более современной у весты она уступает он и как по пассивной безопасности так и по балансу управляемости плавности хода это при более высокой цене на ладу x-ray единственным значимым превосходством x-ray над вестой был более практичный кузов хэтчбэк в то время как веста изначально предлагалась в виде седана если бы веста была сразу предложена в двух типах кузовах у x-ray бы не было шансов изначально да и совокупные затраты на постановку веста на конвейер сразу в двух типах кузовов были бы заведомо меньше чем на постановку производства двух совершенно разных моделей однако руководству рано nissan выгоднее было поставить на конвейер именно x-ray ведь за каждую произведенную машину автоваз платит концерну лицензионные отчисления за использование платформы b0 само же по себе производство автомобиля автовазом было убыточным ведь завод долгое время существовал лишь на дотациях от государства в итоге руководству альянса было более выгодно производить худший автомобиль и получать за него отчисления чем производить более востребованную веста универсал со временем же веста универсал все же встала на конвейер а продажи x-ray просто обрушились не помогли выпуск и таких новых версий как x-ray cross и топовые x-ray instinct от планов по рестайлингу тоже по всей видимости отказали так как проблема автомобиля явно не во внешности и вот теперь стало понятно что x-ray планирует заменить полностью новой моделью новая lada niva x-code очень близка идеологически к x-ray однако она будет более крупной в ее основу ляжет более современная платформа cmf что гарантирует лучшую пассивную безопасность и баланс комфорта и управляемости кроме того по сравнению с x-ray новая lada niva x-code предложат больше модификации включая версии с полным приводом в целом по своим характеристикам машина должна оправдывать свою цену по сравнению с вестой а именно этим качеством не обладал x-ray новая niva x-code будет крупнее x-ray приблизительно на 30 сантиметров то есть фактически станет полноценным автомобилем c-класса будучи при этом его бюджетным представителем ширина по сравнению с x-ray вырастет ориентировочно на 10 сантиметров втроем на заднем сиденье станет просторнее да и водитель с передним пассажиром не будут пинат с локтями внешне при этом серийная машина практически полностью будет повторять концепт четырехлетней давности с поправкой лишь на более крупные габариты сохраняться и такие эффектные элементы как скрытые ручки задних дверей явное упрощение видно в области передних фар если оригинальный x-code имел двухсекционную оптику с бровями над основными фарами то серийная машина получила несколько упрощенный ее вариант теперь вся фара выполнена в едином блоке что дешевле как в производстве так и в возможном ремонте если концепт имел полностью светодиодную оптику то серийная lada x-code будет предлагать светодиодные фары лишь дорогих комплектациях базовой же версии останутся с галогеновыми фарами решетка радиатора выполнена в форме сот вместо горизонтальных планок такое же решение получит рестайлинговая lada largus и lada vesta задняя часть lada niva x-code оставлена фактически без изменений задние фонари будут светодиодными уже в базе радует что здесь создатели не пошли на упрощение сохранив оригинальный внешний вид концепта дорожный просвет lada niva x-code будет составлять 20 сантиметров оригинальный концепт автомобиля обладал достаточно скромным при этом стильным интерьером с минималистичным приборным щитком а также дисплеем мультимедийной системы по центру в качестве селектора для выбора режимов автоматической коробки передач предполагалось использовать шайму серийная niva x-code получит более приземленный но при том современный интерьер у автомобиля будет полностью цифровой приборный щиток внешний вид которого водитель сможет настраивать самостоятельно он сможет отображать показания в полностью цифровом виде либо в виде аналоговых шкал также на него можно будет вывести показания навигационной системы по центру будет расположен дисплей мультимедийной системы планшетного типа его диагональ будет составлять 9 дюймов мультимедийная система будет поддерживать работу сервисов apple carplay android auto и яндекс авто будут доступны такие опции комфорта как запуск двигателя с кнопки подогрев заднего дивана и руля блок климат-контроля оставлен аналоговым сам салон будет сделан из простых материалов в силу бюджетной сущности автомобиля однако чтобы его облагородить будут применяться цветные ставки по аналогии с ладой вестой кросс новая лада niva x-code будет оснащаться шестью подушками безопасности системами abs и sp за доплату будет предлагаться адаптивный круиз-контроль и система камер кругового обзора у машины будет электромеханический стояночный тормоз на автомобилях с автоматической коробкой передач в качестве селектора будет использоваться традиционный джойстик а не шайба как на концепте задний ряд сидений будет более просторным по сравнению с x-ray благодаря увеличенной колесной базе по имеющейся информации для автомобиля будет предлагаться три варианта двигателя многих должно порадовать возможное появление дизельного силового агрегата базовым уже станет ниссановский мотор 1.6 выдающий 114 лошадиных сил такая машина будет предлагаться с пятиступенчатой механикой либо вариатором джатка jf 015 е в случае комплектования таким двигателем полный привод будет доступен лишь для автомобиля с механической коробкой передач дизельная модификация получит знакомый двигатель объем 1,5 литра выдающий 109 лошадиных сил в данный момент он ставится на рено дастер такой мотор будет агрегатироваться исключительно шестиступенчатой механикой и системой полного привода главным достоинством такой модификации станет очень высокая экономичность машина будет потреблять около 6 литров в смешанном цикле такой показатель стоит признать очень хорошим топовой станет модификация с турбомотором от арканы объем 1,33 литра такая машина будет предлагаться как с передним так и с полным приводом система подключаемого полного привода будет аналогично той что используется на других кроссоверов рено дастере аркане и captura у новой лады niva x-code будет электрический усилитель руля в качестве задней подвески будет использоваться полузависимая балка на моноприводных версиях и многорычажка на полноприводных что касается динамических качеств автомобиля то реальные показатели разгона до 100 будут таковые машины с мотором 1.6 и механической коробкой передач будут разгоняться до сотни приблизительно за 12 секунд в моноприводном исполнении и за 12 с половиной в полноприводном переднеприводная версия с мотором 1.6 и вариатором будет тратить разгон около 14 с половиной секунд дизельная полноприводная версия с механикой будет разгоняться до сотни за 12 с половиной секунд. Самой быстрой будет, естественно, топовая бензиновая версия с турбомотором мощностью 150 л.с. Переднеприводная версия автомобиля будет разгоняться до сотни за 9,8 секунды, а полноприводная за 10,3 секунды. Что касается цен, то новая Lada Niva X-Code будет, конечно, дороже, чем X-Ray, но при этом дешевле, чем Hyundai Creta, да и конкуренты по альянсу, вроде Renault Captur и Arkane. В целом, конечно, несколько лет назад Renault бы не позволило встать подобные модели на конвейер, чтобы она не мешала продажам своих кроссоверов. Однако в данный момент у компании не всё ладно в этом сегменте рынка. Captur вчистую проигрывает Creta по продажам, а Arkane так и не смогла войти в топ бестселлеров. Так что единственным вариантом поднять продажи в сегменте стал вариант дать зелёный свет постановке на конвейер новой Lada Niva X-Code. В данный момент Lada X-Ray начинается от 777 тысяч рублей за базовую пустую версию. X-Code будет начинаться от 900 тысяч рублей. Да, это заметно дороже, но и базовое оснащение машины будет лучше, не говоря уже об уровне вместимости, комфорта и пассивной безопасности. Дизельная полноприводная версия будет стоить минимум 1 миллион 50 тысяч рублей, а версия с бензиновым турбомотором, вариатором и полноприводом 1 миллион 150 тысяч рублей. Максимальная комплектация автомобиля обойдётся приблизительно в миллион 300 тысяч. Большинство конкурентов иностранных брендов всё равно стоят дороже, включая наиболее популярные Renault Captur и Hyundai Creta. За схожие деньги можно приобрести лишь Renault Duster, который, впрочем, является куда более эскетичным и менее комфортным автомобилем. Тем более, что новый Duster, который встанет на конвейер в следующем году, станет дороже. При этом до сих пор непонятно, планирует ли Renault ставить у нас на конвейер Duster 2-го поколения, либо это будет сразу Duster 3-го поколения, премьера которого ожидается как раз в конце следующего года. Если это будет второй вариант, то X-Code с Duster окажутся и вовсе в совершенно разных рыночных нишах. Наиболее близким конкурентом новой Lada Niva X-Code станет новейший субкомпактный кроссовер Kia Sonet, начало производства и продаж которого на территории нашей страны ожидается в следующем году. Он обещает схожую базовую цену в районе 900 тысяч рублей. Ролик про этот автомобиль я уже записывал, вы можете найти его на моём канале. Среди преимуществ нового Kia Sonet над Lada Niva X-Code можно отметить наличие связки мотора 1.6 автоматической коробки и системы полного привода, то есть бюджетной полноприводной комбинации с автоматической коробкой передач, которой у X-Code не будет. С другой стороны, Sonet не будет предлагать дизельной версии, как и более мощного мотора. Двухлитровый силовой агрегат для неё пока что не планируется, а значит Niva X-Code со 150-сильным турбомотором останется вне конкуренции. Впрочем, если того потребует рынок, Kia без проблем оснастит Sonet и двухлитровый мотором. Напишите пожалуйста в комментариях, как вам видятся перспективы новой Lada Niva X-Code в таких рыночных условиях. На данный момент это вся информация о новинке, как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк, ведь только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня всё, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok